Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь после долгого перерыва в прямом эфире в моем излюбленном формате программа Культ Просвет. Я очень рад, что мы снова вместе, потому что прямой эфир ничто не заменит. Это та возможность поговорить с вами, обсудить актуальные темы, темы политики, культуры, глобальные вызовы нашего общества. И мы несколько лет назад, по-моему, уже 4 года назад, посвятили нашу программу тому, что происходит вокруг нас. А также попытки найти общее пространство. То пространство, где мы уже давно существуем, но политики говорят нам об обратном. Поэтому мы упорно, упрямо стараемся находить общее, то, что создает мостики между культурами, народами, языками, общей памятью, которая, по сути дела, существует в Латвии, но часто не видна. Но мы говорим также и о современности, и о будущем. Именно поэтому сегодня в гостях у нас человек, который давно размышляет о будущем, размышляет, скажем, через призму современного искусства, анализирует и может сегодня поведать нам о своих мыслях, идеях и впечатлениях от того, что создает сама. А именно у нас в гостях исполнительный директор Рижской бьеннале современного искусства, Рибока Анастасия Блохина. Добрый день, Денис. Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что ты смогла сегодня прийти. Мы знакомы уже более двух лет и познакомились как раз в рамках первой Рижской бьеннале, поэтому я позволю обратиться к тебе в несколько менее формальном, скажем, формате. И, Настя, скажи, пожалуйста, как ты выдержала эти месяцы? Я бы, наверное, перефразировала вопрос, как мы с командой выдержали эти месяцы. Это было довольно, конечно, непростое решение, непростое время для всех. Самым сложным было осознать факт того, что, да, в этом году мы не откроемся, мы не получим своего зрителя, мы не получим вот этого невероятного ощущения, вот этой невероятной энергии, обменной энергией, которую ты получаешь, когда ты видишь, как люди приходят смотреть на то, что ты сделал. Это было сложно и довольно даже необъятно для сознания, но мы довольно быстро приняли решение. И решение это было, что мы не станем переносить биеналь на следующий год, а мы будем в каком-то формате пытаться все же его сделать в 2020 году. Многие коллеги в мире и в Латвии, и во всех остальных странах приняли решение о переносе. Наше решение было, с одной стороны, вполне себе организаторским, с другой стороны, концептуальным. Дело в том, что тема второй Рижской биеннале современного искусства звучит, и вдруг все расцвело. И концепция, которую реализовывала французский куратор Ребекка Ламар Шваделл, в общем-то говорила о том, что нам, как человечеству, нужно снова научиться жить вместе и объединяться перед лицом каких-то вызовов и размышляла о конце того... На английском есть хорошая разница the end of our world, the end of the world, то есть не о конце света, а о конце мира, того, который нам известен, о том, что мир, каким мы его знаем, может не быть прежним. И дело в том, что пока мы собирались в рамках своей выставки рассказывать всем, как же подготовиться к концу этого миропорядка, конец этого миропорядка неожиданно произошел. Поэтому и концептуально, конечно, нам было очень важно высказаться на эту тему, потому что все, что мы собирались показывать, рассказывать и обсуждать эти пять месяцев, так или иначе, говорит о проблемах, которые обнажены очень сильно коронавирусом сейчас, пандемией коронавируса во всем мире. И получилось так, что мы переформатировали выставку и решили превратить ее в полнометражный фильм. В период с 20 августа по 11 сентября мы будем снимать в Риге на площадке Бейеннале, на Андрея Саале, этот фильм. И очень надеемся, что к этому моменту эпидемиологическая обстановка будет все еще благоприятной, и мы сможем открыть площадку съемок для посетителей. Таков план, чтобы жители города Рига и какие-нибудь, возможно, гости города Рига, если это будет возможно, к августа, смогли увидеть работу художников. Это о концептуальной точке зрения, не переноса на следующий год. С практической точки зрения у нас, конечно же, были обязательства перед художниками, обязательства перед участниками публичной программы, обещания, которые мы должны были выполнить. И, конечно, у нас есть в том числе обязательства перед зрителями, перед тобой, перед нашими слушателями, перед всеми, кто ждал и как-то надеялся получить какие-то визуальные впечатления и узнать что-то новое. К счастью, 85% работ – это новая комиссия. В этом году мы поступили так, то есть практически все работы производятся специально для выставки. И, к счастью, по многим причинам они производятся в Латвии. И поэтому мы хотя бы были плюс-минус избавлены от дичайшего кошмара с логистикой, с которыми сейчас сражаются коллеги за рубежом, потому что перевозки, конечно, сейчас очень сильно затруднены, особенно перевозки таких сложных вещей, как предметы искусства. Поэтому все, что мы сможем, мы сделаем. Мы продолжаем производство новых работ и выставим их к 20 августа в Андрея-зале, о чем мы, я очень надеюсь, еще обязательно поговорим. И если это все будет реализуемо, то увидимся на площадке в августе. Что ж, я могу пожелать вам не только энергии, силы, но еще и веры в то, что действительно это произойдет, потому что я вспоминаю свои субъективные впечатления, свои эмоции от первой бьеннале, и они были связаны не только с содержанием, с концепцией и с конкретными работами, но и с теми ощущениями, которые были… Ну, они каким-то образом, они вышли на улицу, они покинули залы, пространство, площадки, и они преображали город в этот период. И я вспомню, как бы вспоминаю наш дневник бьеннале два года назад, и мы как бы видели, как этот город наполнялся содержанием, которое привнесли художники, и кураторы, и все те, кто работает, и в том твоя великая заслуга. Я загляну на ваш сайт, он визуально очень отличен от первого года, и здесь все очень пестро, все двигается, так что, может быть, что-то нельзя уловить, но некоторые ключевые фразы, которые ты уже упоминала, мне показались очень интересными. Ты уже упомянула «конец мира» и «конец света». Я думаю, что и в русской версии это тоже очень красноречиво. Тогда можно задать вопрос, а каков был тот мир, который, кажется, сейчас, с этой пандемией закончился? Потому что очень многие эксперты в разных областях говорят о том, что по окончанию карантина и так далее, первой волны, может быть, будет вторая, неизвестно, будем надеяться, что не будет, что мир будет другим, что что-то ушло навсегда и не вернется. Что это, по-твоему? Ты знаешь, это несколько вещей, это великолепный вопрос, и мне, конечно, есть что на него ответить. Во-первых, мы, например, с тобой давно не виделись, и когда я зашла сегодня перед эфиром к тебе в студию, первой абсолютно импульсивной реакцией было тебя обнять, потому что я очень давно тебя не видела. Но это больше невозможно. Если мы подумаем об этом с точки зрения того, какой мир не вернется, с точки зрения того, в каком мире мы сейчас находимся, у нас отняли, в принципе, наверное, самое ценное. Это человеческий контакт, это тепло, это объятие, это вот этот обмен энергии, который я уже упоминала сегодня, который очень важен. От нас отобрали, у нас отобрали возможность видеть наших пожилых родственников. Мы сами ее у себя отобрали, потому что мы ответственные. У нас отобрали возможность свободоперемещения, которая является одним из, как ты понимаешь, главных свобод, которые всех волнуют. И вдруг мы сами все это перед лицом невидимой биологической угрозы мы с радостью всем пожертвовали. В интернете гуляет текст израильского писателя Харари, автора книг «Сапиенс» и «Хомо Деос», который довольно толково изложил всю ситуацию с коронавирусом через призму, например, глобальной слежки системы наблюдения и того, как этим начнут пользоваться различные режимы. Не обязательно только авторитарные. Авторитарные, понятно, в первую очередь, но для всех остальных режимов в этой истории тоже есть миллион соблазнов. Некоторые, да, искушения существуют. Да, да, это довольно соблазнительно, когда все сидят по домам и, да. В общем, свобода перемещения, невозможность обнять близких, невозможность увидеть пожилых. Вообще, в принципе, вся история про то, что теперь ты представляешь для меня угрозу, и я представляю для тебя угрозу. И вот эти два метра пролегают между нами этим невероятным барьером. Я не знаю, когда закончится вот эта травма, нанесенная человеческому общению и вот этим социальным дистанцированием, потому что это вдруг стало практически неприличным. То есть, например, ты можешь как угодно относиться к коронавирусу. Ты можешь считать, что это вот в новостях звучала сейчас теория глобального заговора, люди, рептилии, еще что-то. Но вдруг ты попал в такую ситуацию, где, в общем-то, неважно, что ты думаешь. Ты все равно будешь сидеть дома, ты все равно будешь держать дистанцию. На улицах появились, причем в разных странах, я слышала от многих своих друзей, люди, которые позволяют себе комментировать. Например, если кто-то увидит, что я тебя обнимаю, незнакомый человек может сказать, немедленно прекратите, это сейчас запрещено. И свои какие-то минутные порывы, где тебе хочется выйти на улицу, где тебе хочется кого-то обнять, собрать гостей, друзей, ты больше не можешь этого делать, потому что это не социально ответственно. Ты ковид-диссидент, вот появилось новое такое тоже понятие, интересное в русском языке. Ты безответственный член общества. Все это, я думаю, последствия того, каким будет мир, мы увидим, когда это все закончится. Либо будет какой-то коллективный иммунитет, либо изобретут вакцину. Про это все уже сказано людьми, которые в этом разбираются гораздо лучше, чем я. Но я думаю, что последствия будут долгосрочные, и экономический кризис будет только частью этих последствий. То, что произошло в людских головах, это, мне кажется, очень серьезная проблема. Нам бы очень хотелось знать, что происходит в головах наших радиослушателей, поэтому я упомяну телефоны прямого эфира. Пожалуйста, подключайтесь к нашей дискуссии, и нам было бы важно узнать ваши впечатления. Может быть, кто-то еще помнит первую рябоку, ваши впечатления от встречи с современным искусством, с конкретными работами, может быть, с тем, как преображался наш город, о чем я упоминал ранее. И, пожалуйста, звоните нам 67212939 и 67213939. Вы также можете оставлять свои сообщения на номер в WhatsApp и SMS 2061-91-2061-91. Ты упомянула потерю тех свобод, которые казались нам очевидными, они всегда существовали рядом, мы не замечали их, и тут вдруг, когда они исчезли, мы остро почувствовали их нехватку и дефицит. Ты упомянула передвижение. Скажи, пожалуйста, как ты индивидуально боролась с ощущением того, что, ну, вот сейчас мы как будто бы заперты? Мое индивидуальное к этому отношение, потому что моя семья живет в другой стране, моя мама и сестра, и поэтому, конечно, закрытые границы для меня в этом плане довольно болезненная история, потому что я не могу поехать их увидеть. С точки зрения расширяния пространства, в общем-то, для меня, в принципе, ничего не изменилось. У меня было очень много работы, которая вдруг перенеслась в онлайн, что оказалось, на самом деле, еще более энерго- и временно затратным, чем работа в офисе, и довольно таким, ну, утомительным занятием. Что изменилось? Что стало другим? А, у тебя нет энергии вот от этого обмена. Точно так же, как ты же рад вернуться в прямой эфир, потому что ты чувствуешь энергию, да? А когда ты сидишь и смотришь в экран и все время пытаешься уловить вот это выражение лица собеседника, то есть перспектива для недопониманий и мискоммуникации становится довольно обширной, потому что мы же… У нас есть язык жестов, у нас есть вот этот разговор глазами, и через экран это все не передается. В конце концов, есть же гормоны, феромоны, что-то на обонятельном уровне. И, конечно, вот этот энергетический обмен, про который я уже, по-моему, третий раз упоминаю, но это то, чего мне не хватало. А с точки зрения расширения границ, ну что, чтение, фильмы, музыка, вообще изобилие онлайн-контента, конечно. Мы поговорим, я надеюсь, немного попозже и о нашем вкладе в онлайн-контент. Но удивительная и замечательная инициатива со всего мира оркестра, Берлинский симфонический, Метрополитен опера, Национальный театр Англии. Вот это вот многообразие того, что ты можешь смотреть, слушать и как-то пытаться себя представить, например, в этом зале, оно, конечно, захватывающее. Но я тоже должна отметить, конечно, что несмотря на все мои попытки как-то испытать катарсис, нет. Мне нужно... На концерте классической музыки я хочу сидеть в зале, точно так же, как на спектакле. Это все очень здорово до той поры, пока ты понимаешь, что это временно. Но вот онлайн-лекция и онлайн-конференции, онлайн-семинары, это, я считаю, великолепный совершенно формат. Вот, только что в понедельник мы участвовали, комиссар Биеннале Агния Мергородская участвовала в конференции о музеях в эпоху пандемии и культурных проектов в эпоху пандемии, которая была великолепно организована онлайн петербургским манежем. И я думаю, что за этим форматом будущее. Точно так же, как и за лекциями, будь то прямая трансляция или запись, вот образовательный контент просто великолепный. Итак, онлайн-беседы, лекции стартовали сегодня? Сегодня, да. Вторая часть нашего проекта, как знают многие, кто посетил первую рябоку и кто следил за тем, что мы делали в перерыве, у выставки есть образовательная программа, для которой мы собрали несколько десятков совершенно великолепных спикеров, которые должны были приехать в Ригу и здесь делать поэтические чтения, организовывать лекции, беседы, дискуссии. И, естественно, нам пришлось это передвинуть онлайн, потому что привезти их сейчас сюда нет никакой возможности. Мы все еще рассчитываем организовать некий симпозиум в сентябре, который, возможно, будет открыт для публики. Но пока что мы придерживаемся расписания, которое изначально было запланировано, и сегодня в 7 часов вечера по рижскому времени на сайте rigobainial.com начнется первое из цикла лекций и разговоров, первое мероприятие – это нью-йоркский поэт Сиэй Конрад, и это будут живые поэтические чтения. И у Сиэй Конрад очень интересный метод. Это называется соматическая поэзия. И поэзия исходит изнутри тела. И поговорим мы сегодня, и почитаем стихи, и будем размышлять о том, что любой кризис не обязательно должен восприниматься как точка и как разрушение, но может также восприниматься как возможность начать что-то новое. И это начнется, повторю, уже сегодня в 7 часов вечера на нашем сайте. И отныне каждую неделю в четверг в 7 часов вечера на нашем сайте будет либо живая трансляция, либо в записи язык всех лекций английский с русскими и латышскими субтитрами. Все это сохраняется в архиве, то есть можно будет потом вернуться, посмотреть то, что вы пропустили, и стримиться на Ютьюбе. Следить за расписанием можно в социальных сетях и, собственно, на сайте напрямую. И программа посвящена размышлению о понятиях, которые вдохновили Бейеннале. И мы будем говорить о таких вещах, как, казалось бы, простых, но очень-очень важных. Таких вещах, как природа, любовь, руины, магия, космос, танец, воображение, призраки, язык. И мы будем обсуждать каждую неделю одно из этих понятий. И слово сегодняшнего вечера и поэтического вечера Сеи и Конрад – это понятие конца, конец. Мы не случайно с него начинаем, как мы с тобой уже обсудили, конец мира и конец света. Сегодня мы начнем с конца. Но наша программа не заканчивается на этом, она продолжается. И мы вернемся в студию через несколько минут. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напоминаю, вновь в прямом эфире после долгого перерыва программы «Культ просвет». И сегодня в гостях у нас исполнительный директор Рижской Бьеннале современного искусства «Рибока-2» Анастасия Блохина. Один вопрос из области, скажем, терминологии феминизма. Феминитив директора уже существует, он циркулирует или нет? Несмотря где. Хорошо, приемлем ли он тебе? Ты знаешь, пока нет. У меня есть проблемы со словом «директорка» и «авторка». Но при этом слово «космонавтка» как будто всегда так и существовало. Что-то акустическое там не то. Да, там как-то вот это все красиво звучит. Нет, в общем и целом я, конечно... Все еще директор. Все еще директор пока что, да. Но поддерживаю, разделяю изменения в языке и, конечно, борьбу женщин за свои права. Это, безусловно, важно. Это одна из очень важных составляющих современного мира. Напомню также, уважаемые радиослушатели телефона прямого эфира, пожалуйста, звоните нам, делитесь своими впечатлениями от нашей беседы. Ваши импульсы нам очень важны. 6721-2939 и 6721-3939. А также номер WhatsApp и SMS 2061-91. Напомню также, что технически сегодня нашу беседу поддерживает и помогает нам звукорежиссер и мой коллега Родион Золотарев. Итак, от прошлого, от констатации того, что стало иным в современности, в настоящем, перейдем немножко к будущему и займемся футурологией. Мне кажется, вообще, скажем, на нашей территории постсоветского пространства футурология как-то исчезла вместе с окончанием Советского Союза. Мы когда-то, будучи школьниками, наверняка видели всевозможные брельефы в школах, где были спутники, космонавты, и они, естественно, были связаны с Леонадо да Винчи и так далее, и так далее, и с универсальными людьми эпохи Ренессанса, но все это потом вдруг исчезло. И я помню, что тема исчезновения была темой первой в Бенале. И она была представлена, мне кажется, очень сфокусирована и в то же время очень разнообразна. Что нового может произойти после пандемии? Как тебе кажется? Ты знаешь, мне кажется, что в каких-то моментах есть, безусловно, как бы это ужасно не звучало, и это довольно неудобно говорить, потому что умирают люди, умирают медики, это очень страшная ситуация в мире. Но я думаю, что ситуация эта также заставит нас и как человечество, и каждого индивидуально вынести определенное количество уроков, бесконтрольные и бессмысленные перелеты и поездки. Учитывая углеродный след, я думаю, что если мы все будем задумываться, я начну с себя. О целесообразности той или иной поездки, может быть, это может быть видеоконференция, да, это, конечно, будет довольно правильно и полезно для природы и для экологии. Но, знаешь, главный, мне кажется, урок, это то, что мы сейчас не будем трогать онлайн, понятно, что, в принципе, все можно делать онлайн, но мы уже говорили об обмене энергии, которые пока что в онлайне не происходят, ну, или происходят не так сильно и не так интенсивно, как в… И слава Богу. Возможно, и слава Богу, да. Но мне кажется, что самое главное, что мы должны из этого вынести и понять, и как-то постараться сохранить, это ощущение дома, это ощущение времени, это внимание к себе, это внимание к природе. И я хочу сказать, что я впервые лет за 20, наверное, так прочувствовала весну, и как все начинает свисти, и вот какие-то такие наблюдения, да. И,ными словами, весна не прошла мимо тебя, хотя многие жалуются, что как бы эти месяцы вроде бы и не существовали. Ты знаешь, она, с одной стороны, прошла мимо меня, мне все еще кажется, что вот 13 марта, когда вы ввели чрезвычайное положение, было вчера. Но при всем при этом, когда ты работаешь из дома и вынужден вдруг оставаться в рамках какого-то определенного пространства, ты начинаешь абсолютно иначе ценить простые радости. Крайности разные. Кто-то наряжается, чтобы пойти за хлебом, потому что это последнее место, куда ты можешь сходить. Кто-то там не выходит вообще неделями, да. Но, в принципе, какие-то маленькие вещи, которые ты раньше делал абсолютно на автомате, ты начинаешь ценить и смотреть на них абсолютно иначе. И очень многие, мне кажется, люди поймут, что жить можно было иначе. Медленнее. Медленнее, более осознанно. Вот это замечательное слово осознанность, о котором последние несколько лет очень много говорят абсолютно разные люди, от практиков йоги до современных философов. Мне кажется, во всяком случае, я и какое-то мое окружение просто начало делать что-то более осознанно. Ты готовишь еду своими руками, ты строишь абсолютно иначе свой день, потому что у тебя довольно мало каких-то суетных вещей, которые тебя отвлекают. Ну, кроме работы, конечно. Ну, это потому что жизнь стала замедленной, ведь она же вновь ускорится. А вот я не уверена. Иными словами, ты думаешь, мы будем жить медленнее? Это было бы, наверное, здорово, потому что вот эта бесконечная гонка, это тоже было, кстати, освещено в первой биеннале, да, вот эта невероятная гонка технологий, гонка за успех, выше, быстрее, сильнее, современнее, больше памяти, больше камер. Зачем? Цветок сирени, который распустился пару дней назад, так же прекрасен, понимаешь? У нас есть первый звонок в студии, пожалуйста, надевай наушники. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Ну, вы знаете, мне что-то не очень верится в перемены у людей. Вот вы наверняка встречали такое, человек попал в какую-то передрягу или на войне, или болезнь, вот он лежит и думает, выздоровлю или выкарабкаюсь из этого. Я изменю свою жизнь, я буду жить по-другому, все. Проходит какое-то время, человек обо всем забывает и начинает жить так же, как он и жил до этого. Как вы думаете, будет такое или не будет? Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот скептический взгляд на возможность измениться, и я должен присоединиться к нашей радиослушательнице. Я часто на личном уровне, как бы в своем личном опыте переживал именно это. Думаю, да, я буду другим. Вы знаете, отвечая на этот вопрос, наша радиослушательница, к сожалению, не представилась, говорит о каком-то конкретном человеке, да? Но мы начали с того, что сейчас давление социума, оно совершенно невероятно. И в принципе, я понимаю скептицизм, и, естественно, уважительно к нему отношусь, и перемены могут случиться только тогда, когда... Это как коллективный иммунитет. Вот когда 60% планеты переболеет, тогда и не будет коронавируса. Вот и перемены точно так же. Поскольку эта история абсолютно сейчас коллективная, у тебя должна быть какая-то позиция по поводу этого вируса, и иногда она навязана тебе социумом, как и многие другие позиции, я думаю, что эти изменения могут произойти при условии вовлечения достаточного количества людей в это. Например, многочисленные усилия экологов до пандемии коронавируса в принципе привели же к тому, что мы начали сортировать мусор. И в городе Рига, например, городская программа, и во всех других европейских странах. Но при этом никто не хотел отказаться от, например, истории с путешествиями, потому что это уже ограничение моих личных свобод, это мое эгоистичное желание и все прочее. Но сейчас будет меньше рейсов, будут дороже билеты, будет сложнее попасть на борт самолета, потому что нужно будет пройти либо тест на наличие коронавируса, либо температуру, приехать заблаговременно. Автоматически из-за того, что поменяется система, снизится количество путешествий. Если тебе нужно приезжать в аэропорт за 6 часов до вылета и потом лететь в маске, перчатках за довольно большие деньги, ну ты же подумаешь дважды, прежде чем лететь куда-то на выходные, правильно? Несомненно. Если изменения систематические, они, конечно, затронут большую часть общества. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, о чем говорит наша радиослушательница, все были в этой ситуации, что вот с понедельника я обязательно, или что это меня совершенно изменило, и теперь-то я точно нет. Или да. В зависимости от ситуации. Если это усилие одного человека, конечно, нет. А если это коллективная история? Если это коллективная история, то вопрос, конечно, и о солидарности. То есть все те ограничения в нынешней ситуации или изменения в будущем, мы, в принципе, так или иначе, все-таки связываем с определенной успешной, мобильной, глобальной частью населения этой планеты. Иными словами, с теми, кто успешны. Это глобальные, скажем, авторы проектов, это менеджеры, успешные эксперты и так далее, и так далее. Это все те, кто могли себе позволить и тогда, и позволить себе, может быть, мобильность и сейчас. А многие тогда были привязаны в какой-то степени социально, политически и финансово к конкретному месту. А сейчас, скажем, существование многих людей, скажем, финансово и социально под угрозой. То есть не принесет ли этот вирус еще и, скажем, какую-то социальную турбулентность и какие-либо разломы, кризисы и конфликты? Безусловно, принесет. В принципе, весь ужас ситуации в том, что вирус же не разбирается. Ты Том Хэнкс или абсолютно какой-то обычный человек без... Есть все эти жуткие истории про отсутствие медицинских страховок, про то, сколько в какой стране стоит вылечиться от коронавируса. Солидарность – это великолепное слово, которое ты упомянул. И мне кажется, что вирус, безусловно, поскольку он провоцирует экономический кризис, конечно, будет социальная турбулентность, конечно, будет очень-очень-очень много последствий в разных сферах. Но солидарность и какое-то объединение перед лицом общей угрозы – это, мне кажется, будет основным таким последствием вируса в хорошем смысле этого слова. Когда люди понимают, что это же не какой-то абстрактный враг. Вот тоже говорили в новостях до этого. Это же не какая-то страна, которая вдруг агрессивно себя ведет, и теперь мы все объединимся и будем ненавидеть эту страну. Это биологическое явление, которое не делает никакой разницы между миллионером и бедняком. Это универсальная вещь, которой все равно кто ты. Да, но миллионер может себе позволить индивидуальную вакцину создать. И, допустим, или придумать ее. Ну, неважно. Или поверить в это. Или купить себе аппарат для искусственной вентиляции легких. Для каждой комнаты. Для каждой комнаты. Но все равно он не будет уметь им пользоваться. Понимаешь? Вполне возможно. Нет, точно, абсолютно. Потому что к аппарату искусственной вентиляции легких должна прилагаться реанимационная команда. Да, это верно. Но в любом случае, я думаю, что, к сожалению, хотя вирусы не разбирает, скажем, людей, иммунитет у всех людей очень различен, но я думаю, что наши реакции все равно так иначе будут связаны с социальным расслоением, которое усилится. Но это наша задача. И задача наших правительств защитить слабых. В первую очередь отлично вы изолировали пенсионеров, которые в высочайшей группе риска, да, люди 65+. Но наша задача, если для этого не существует каких-то государственных аппаратов, да, обеспечить, что у них есть продукты, что у них есть какое-то общение, пусть даже телефонное, точно так же, как это наша задача. И, кстати, воспользовавшись случаем, я бы хотела всех призвать продолжать, например, делать пожертвования в благотворительные фонды, потому что фонды сейчас делают очень многое. И времена экономического кризиса, безусловно, когда каждая копейка на счету, да, благотворительные организации очень сильно страдают. А есть специальные фонды, которые занимаются, например, ситуацией с коронавирусом в лагерях для беженцев, где, естественно, он распространяется со скоростью света. И это наша общая коллективная социальная ответственность и солидарность. Защитить слабых, защитить, помочь тем в меру сил и возможностей. Не можете послать деньги, свяжите носки, не знаю, суп сварите, отвезите. Есть огромное количество организаций, которые этим занимаются, и очень отрадно видят, что везде, во всех странах есть какие-то инициативы. Кто-то помогает беженцам, как я уже упомянула, кто-то устроил какой-то соседский патруль, развозит еду пенсионерам. Просто распечатайте у себя в доме объявление, повесьте в лифте. Есть шаблоны даже в интернете. Если вы не можете выйти в магазин, вот мой номер телефона, позвоните, скажите, что вам надо, я вам принесу. Да, эта практика распространена во многих странах. Это наши маленькие шаги вот к этой солидарности, потому что выиграть мы можем эту борьбу только вместе. Возвращаемся к содержанию и концепции «Ребока-2». И вдруг всё расцвело. Да. После долгой зимы. После зимы, которая всем надоела. После длинной паузы. Ты знаешь, это можно трактовать по-разному, но скорее… Как трактует этот аккурат? Скорее, и вдруг всё расцвело перед, точнее, после вот этой, да, действительно долгой паузы. И вдруг всё расцвело и объединилось перед лицом вот этого, вот этих перемен, понимаешь, и конца этого мира. И что даже если мир закончится, всё всё равно будет цвести. Как знаешь, в начале карантина все говорили, ну весну-то, весну-то никто не отменит, когда отменялись все мероприятия. И на самом деле видно, как природа постепенно возвращает утерянные территории, и как будто бы такая реконкиста своеобразная. Абсолютно. Что Венеция вдруг очистилась от присутствия людей. Это, к сожалению, про Венецию, это оказалось фейком. Нет там никаких дельфинов в каналах. Нет, не дельфинов нет, но лебеди вернулись. Лебеди вернулись. Тут недавно были новости, что стало видно Эверест, который был там за смогом всё время спрятан. Довольно много есть очистительных каких-то историй. На 17% снизилось количество выбросов в атмосферу по сравнению с мартом. Ну вот теперь надо понять, как дальше двигаться. Понятно, что выбросы в атмосферу снизились, но экономика-то тоже остановилась. Тут нужно какое-то сбалансированное решение группы каких-то экспертов, международное сотрудничество и солидарность. Ну да, и вдруг всё расцвело, возвращаясь к... К оригинальной версии. К оригинальной версии, да, и вдруг всё расцвело. Это название книги латвийской поэты Самары Заллэйта, которую мы используем на всех трёх языках. Спасибо. Воспользуюсь случаем ещё раз сказать спасибо госпожи Заллэйта за разрешение использовать этот вдохновляющий заголовок. И в рамках этой концепции мы, например, довольно много делаем вещей, которые связаны с цветением напрямую. Вот, например, сегодня в 16.45 мы будем вместе с нашим коллективом сотрудников и с нашими юными поклонниками и коллегами из нашего Youth Council, Молодёжного Совета Биеннале, мы будем засеивать андрейсалу семенами. В прошлом году вместе с латвийским специалистом по растениям Ви и Энини мы засадили уже какую-то часть лечебными, лекарственными травами. И вот сейчас смотрим, что же там прорастает наконец-то потихонечку, потому что весна ещё не совсем вступила в свои права, судя по столбику термометра. Но надеемся, что действительно андрейсал расцветёт. И если вернуться к тому, что ты сказал, что «Рябока-1» в 2018 году изменила пространство города и вышла за пределы залов, то в этом году мы меняем пространство андрейсалы. Там тоже будут работы в публичном пространстве, будет работа швейцарского художника Угора Ндиноне на фасаде нового элеватора. Будет работа австрийского художника Хайнца Франка «Риносерос». Это будет скульптура тоже в парке на андрейсале. Но плюс мы будем выходить немножко в город, в том числе, так как можем. И у нас будет несколько проектов, связанных с постерами. Так что ищите поэзию Ханны Липпорт на постерах в городе Рига. И ищите пауков Томаса Сарасена, знаменитого аргентинского художника, тоже на постерах. То есть есть несколько проектов, которые связаны с тем, что мы как-то выходим в город. И есть много интерактивных проектов, которые предполагают вовлечение зрителей и наших слушателей, конечно же, в производство работ как таковых. Например, замечательная художница Дайна Тайменя, которая преподает высшую математику в Соединенных Штатах Америки. Она объясняет своим студентам высшую математику и интегралы при помощи вязания крючком. Можно связать интеграл. Все инструкции и призыв к вязанию есть на нашем сайте. Мы используем ресайкл-материалы. То есть наши партнеры и друзья вяжут из, например, старых пакетов пластиковых, из кассет аудио, из ленты аудиокассет. И все эти работы вязания войдут в огромную инсталляцию, которая будет в Андрея Сале. И, наверное, последний проект, о котором я хочу упомянуть, потому что я понимаю, что... У нас осталось 4 минуты. Да, у нас осталось 4 минуты. Я буду очень быстро. Это проект, который больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Это польский художник Павел Алтамер. И в рамках его работы «Конгресс рисовальщиков» мы должны были собрать несколько сотен человек вместе в помещении, огромном помещении на Андрея Сале. И эту работу мы должны были создавать вместе со своими зрителями. То есть несколько сотен человек одновременно бы рисовали все, что им захотелось бы. По новым правилам это невозможно. Поэтому мы призываем присылать нам свои рисунки. Рисуйте дома, присылайте нам. Мы все соберем и выставим во время съемок фильма и запечатлим в фильме. Инструкции все также на сайте и в социальных сетях. Великолепное окончание нашей беседы это возможность каждому поучаствовать в процессе создания современного искусства. Тем самым современное искусство не нужно бояться. Нет, ни в коем случае. Современное искусство называется современным, потому что оно про вас и про нас, про меня, про тебя. Оно создается такими людьми, которые живут с нами в одно время и рефлексируют на проблемы, которые волнуют нас всех. И вообще у художников, кстати, во времена пандемии можно очень многому научиться. Потому что вопрос работы из дома, самоизоляция и всех остальных вещей для художников стоял довольно остро всегда. Поэтому во времена пандемии они нам пример и могут многому нас научить. Анастасия, я могу только поддержать все то, что ты сказала по поводу того, что не стоит бояться искусства, о том, что современное искусство – это рассказ о нас и рассказ, который мы создаем сами. И я хотел бы поблагодарить тебя сегодня за время, за твою выдержку, за твои силы, и за очень интересный рассказ, и глубокий диалог, и анализ. На самом деле я очень рад, что я возобновил прямой эфир и нашу программу «Культ Просвет», пригласив тебя в качестве гостя. И я очень рад и тому, что эта идея, пространство, концепция все-таки смогут изменить наш город снова. До какого числа проходит Рябока? С 20 августа до 11 сентября, но даты могут, конечно, меняться в зависимости от ситуации. Вся информация на сайте. Вся информация есть на сайте. Спасибо тебе большое за приглашение. Это честь открывать новую серию прямых эфиров. Дорогие слушатели, спасибо за внимание и будьте все здоровы. Да, большое спасибо за ваши комментарии, за то, что вы слушали нас. Напомню, сегодня в гостях у нас была исполнительный директор Рижской биеннале современного искусства «Рябока-2» Анастасия Блохина и звукорежиссер, который поддерживал нас сегодня, технический Родион Золотарев. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим наши беседы на следующей неделе. И 27 мая в среду я приглашаю вас на встречу с тем, кто читает сказки для детей, но это очень взрослые сказки. Это сказки про нас, это сказки-дар тем, кто вынужден был сидеть дома. Райтис Запацкис будет нашим гостем на следующей неделе. Большое спасибо за ваше внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин